Всех приветствую на канале Вы Кислый. Мой выверитый язычный канал Машкель Хайм. Сегодня хочу сделать анбоксинг заказа 10 ликс магазина. Тарелки Pro Cup на 4 инча. Достаточно уже начинают быть распространенными в России. Особенно более дешевые модели 2-инчевые. Есть 3 и 4. У меня есть диоптер 4-инча, так что мне не нужно ничего докупать. Хочу показать вообще как тарелку можно приспособить без, в общем-то даже не меняя диоптер сам по себе. Я заказал определенные прокладки для того и для того, но тем не менее посмотрим. Хочу проверить также как они правда держат ли заверенные киловатты. И на самом деле мне не нужно слишком много, хотя 4-инчевые они конечно уже очень серьезные. Там пишут до 5-6 киловатт, у меня вполне работают до 3,5, не больше. Вопрос не слишком они сильные, до 3,5. У меня сейчас одна тарелка, по дороге еще одна. Разделил посылки, потому что у нас в Израиле на посылке больше 75 долларов есть большие налоги. Ну не большие, но 17 процентов не хотелось бы просто так выплачивать. Итак, это первая часть важная, которая пришла. И вторая мы увидим этариометр АСП-3, который я обычно заказывал в России или привозил сам. А тут можно заказать Дистеликс напрямую из Китая, 3 доллара. Удивительно. Хочу посмотреть, что это то же самое, работает и на самом деле, дай бог, будем заказывать там. Все, открываем. Все отлично, хорошо упаковано, ничего не двигается. Открываем, смотрим. Ну вот, все открыли. Тарелка. Тут она немножко поцарапана. Не знаю почему. Вот три колпачка Пром. Надо будет их установить и посмотрим, как на диоптрии. Один был без такого полиэтиленчика. Возможно, он там прыгал в посылке. Заказал я два переходника 1,5 на 2 инча. И вот, значит, это две идут прокладки обычные, силиконовые на 4, написано было специально для тарелок. Ну, я купил, не так же дорого. А вот это вот важные прокладки. Эти прокладки вставляются, если мы хотим вставить тарелку внутрь диоптера. Потому что я хочу работать на диоптерах, чтобы было все видно. Вот так это выглядит. Она вставляется так, по идее другая так. То есть, меняются прокладки в диоптере. Возможно, можно и так. Тогда вставить две тарелки в один диоптер. Об этом мы поговорим попозже. И вот нож. Да, это, конечно, не АСП-3. Мы привыкли, и то, что касается фотографии. У-у-у. Да он сломанный. Вот так вот, везуха. Всё. С этим мы закончим. Будем просить возврат. Всё остальное нормально. Ну, что ж. Собирать тоже очень просто. Вот у нас, так сказать, нижний колпачок. Вставляем его в отверстие. Сюда вставляется верхняя часть. Всё просто. Дальше. Это 5-миллиметровый. Такой вот шурупчик. Эллен. Не знаю, как по-русски точно. Ну, вот. Нажимаем его тут. Здесь он должен выйти. Секундочку. Всё. Выходит. Дальше идёт у нас сверху направитель флегмы. Так вот. И всё. Закручиваем. Всё очень просто. Сильно закручивать, конечно, не нужно. Всё-таки медь, металл достаточно мягкий. Царапается хорошо. Направили куда нужно. Немножко подтянули. Всё. Итак. Всё. Наша тарелка готова. Так она выглядит. Достаточно увеситая. Очень приятная. На этом, я думаю, мы закончим анбоксинг. А насчёт диоптрика подключения я расскажу вам в следующем видео. В отдельном. Всё-таки это такая тема более большая. Не хочу, чтобы видео были затянуты. И не по теме. До встречи. Всего доброго. Подписывайтесь. До свидания. Пока. 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 Продолжение следует...